День добрый, я на связи, я Амкабаски. Сегодня я расскажу вам, как оптимизировать под современные ПК. Две игры это операция гений спецотряд физики и операция гений спецотряд биологи. Скорее всего, если вы захотите поиграть в одну из этих игр, у вас будет современный ПК, Windows 10 и все такое, или даже в обе эти игры, но тем не менее вы не сможете это сделать, если их установите, запустите, вы очевидно столкнетесь с двумя серьезными проблемами, которые не позволят вам нормально играть. Первая проблема это кракозябры вместо шрифтов в задачках и в текстах, которые вам время от времени будут поступать, где содержится важная информация, и это убьет добрую часть игры, вы не будете прогрессировать никак, потому что ничего не понятно, какие-то непонятные символы. И вторая проблема, у вас во время задачек может ничего не показываться, будет черный экран, и вы, соответственно, вообще не сможете ничего сделать. Сегодня я покажу вам очень простое решение, два простых решения, которые эти проблемы убирают. Вот у нас на канале была записана игра операция гений спецотряд физики, кстати, ссылочка на нее есть в описании, и скоро будет записано и спецотряд биологи, ссылочку там тоже найдете в описании, ее добавлю. И, кстати, рекомендую посмотреть, очень интересное прохождение вышло, там можете найти решение, если будете сталкиваться с какими-то проблемами непонятными. Так вот, там вот эти решения использовались, и игра после этого была вполне доступной для записи. Как же нам решить эти две проблемы? В первую очередь нам надо с вами избавиться от кракозябры. Как это делается? В первую очередь создайте какую-нибудь резервную папочку, вот я создал с физики, допустим. Она нам понадобится для кое-каких манипуляций. Потом нажимаем win-e, флажок плюс-e, кому как больше нравится, открываем наш системный диск, находим папочку windows, в ней находим папочку system32. Тут очень много файлов, так мы их искать не будем, в поиск забиваем английскими, убедитесь, потому что s русская, английская выглядит одинаково. s, нижнее подчеркивание, 1251. Находим файл s1251.nls. Сейчас нам он понадобится, мы его копируем, ctrl-s, и вставляем в резервную папочку. Дальше, в резервной папочке мы его переименовываем с 1251 на 1252. Это мы сделали, хорошо. Открываем строку с поиском, нажимаем стрелочку назад, и в поиск заново забиваем s125, но на этот раз уже 2. Тут находится файл, битый для этой игры, и его нам надо будет сейчас с вами заменить. Для начала, как это срабатывает, почему появляется эта проблема? Обе эти игры обращаются к вот этому файлу s1252.nls, и в силу каких-то современных трансформаций системы, они неправильно отображают шрифты, и выводится вот это вот кракозябра. Соответственно, если мы заменим его на 1251, то в таком случае оно будет к нему обращаться, там будет корректная для этой игры информация, и она будет нормально выводить этот шрифт. Поэтому, что нам надо будет с вами сделать? В первую очередь, надо снять защиту с этого файла, иначе мы не сможем его менять. Как это делается? Потому что это системная папка. Правая кнопка, свойства, безопасность, изменить. Здесь выбираем пользователя. У меня уже стоят везде галочки разрешить, здесь в левом столбике у вас они везде стоять не будут. У нас, в частности, интересует графа запись изменения. Полный доступ просто можете поставить и все остальное проставить. Если не проставил, сручную проставить. Особое разрешение нам не нужно. Нажимаем применить, подтверждаем, окей, окей. После этого, этот файлик мы переименовываем в 12522.nls. Также, на всякий случай, рекомендую его скопировать в резервную папочку. Пусть там тоже будет. После этого у нас освободилось название 1252. Поэтому, возвращаемся в папку Windows32. Выделяем этот файл 1252. Ctrl-S. Выделяем эту папочку. Ctrl-V. Вставляем. Подтверждаем вставление. Все, после этой манипуляции игра будет обращаться к корректному для себя файлу. И все будет показываться в игре нормально. Но, не спешите после этой манипуляции сразу запускать игры биологов или физиков. У вас ничего не получится. Там будет по-прежнему крокозябра. Это связано с тем, что вот эти файлы подгружаются при запуске системы. Поэтому вам надо будет обязательно выбрать пуск перезагрузка. Только после этого. Но, прежде чем спешить перезапускаться, надо нам еще одну проблему пофиксить. Но, прежде чем мы ее будем делать, смотрите. Если вы опасаетесь, что после этой манипуляции у вас какие-то будут на компьютере ненормальные изменения. Вот я сам эти изменения делал. Ничего их не убирал. Во время записи игры спокойно пользовался. Все было нормально. Не было никаких проблем. Но, если вы переживаете вдруг, что где-то что-то там, мало ли вдруг что-то. В таком случае вы можете откатить эту операцию. Как это делается? Открываем папочку резервную. У нас есть тут файл. 1.2.5.2.2. Он есть же у нас в папке с Windows 32. Находим S.1.2.5.2. И в итоге выделяем его, нажимаем Shift-Del, чтобы стереть. Подтверждаем. Файл стирается. А файл 1.2.5.2.2 переименовываем обратно. Двоечку убираем. И он возвращается на место обратно. Все, мы откатили эти файлы к прежнему состоянию. Файлы резервные лучше тоже не удалять. И второе решение вот этих вот черных окон. Оно очень простое. Я покажу на примере физиков. Нам надо будет отправиться в папку с игрой. Правая кнопка по ярлыку. Свойства расположения файла. Все, мы попали сюда. Игра запускается с файла genius.exe. Как правило, он лежит в папке bin.win32. Нам надо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши. Свойства. Совместимость. И поставить галочку в режиме совместимости. Запускать программу в режиме совместимости с. И тут выбрать именно Windows 95. Больше тут ничего не делать. После этого применить. Окей. И игра будет запускаться. Последствия вот этого шага, оно очень несущественное. Во время некоторых задачек вас будет выкидывать в оконный режим. И вы будете видеть рабочий стол и задачку. Но зато в красивом разрешении. Если же этого не сделать, то задачку, которую вас выкидывают на рабочий стол, их вообще видно не будет. И нормально вы не сможете действовать. Я считаю, это мелочь. И даже у себя в прохождении этой игры эта проблема как бы осталась. Но, по сути дела, это вообще счастье, что лишь вот эта вот проблема, это всего лишь проблема для вот этой вот современной игры. В кавычках современной, не для современной, а для старой. Поэтому, надеюсь, после этого видео вы сможете спокойно играть в эту игру, в обе этих игры, в биологов и физиков. И наслаждаться без каких-либо проблем решением задачек и головоломок. Поэтому, если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления, пишите комментарии. И увидимся с вами в следующих видео наше с вами, старом добром консервативном канале. Всем пока. Продолжение следует...